Сегодняшняя тема. Как говорится в докладе, безопасность электронных сигарет по-прежнему не доказана. Основная опасность электронных сигарет обусловлена составом и концентрацией ароматических и вкусовых жидкостей, которые под действием температуры начинают испаряться и превращаются в дым. Проведенные исследования показывают, что некоторые вещества, входящие в состав картриджей для устройств, могут быть цитотоксичными, воздействовать на клетки организма. Особенно опасны они оказываются для беременных женщин и подростков. Вред здоровью наносит и постоянное вдыхание токсических веществ с паром, в частности, пропилингликоля, который раздражает слизистую дыхательных путей. Чем еще опасны электронные сигареты, читайте здесь, при этом из-за относительно недавнего начала использования электронных сигарет результат их широкого применения, в том числе данные по заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, будут известны еще не скоро. Тем не менее уже сейчас существуют доказательства опасности некоторых веществ, использующихся в электронных сигаретах. Так, сообщает ВОЗ, уровень содержания формальдегида или акролеина, канцерогенов, в некоторых электронных сигаретах может быть значительно выше, чем в обычных сигаретах. Где в Петербурге помогают бросить курить, узнайте здесь, к тому же, по данным ВОЗ, число инцидентов, связанных с отравлением никотином, существенно выросло за время активного использования электронных устройств. ВОЗ отмечает, что пока достоверно неизвестно, ведет ли пассивное курение электронных сигарет к увеличению заболеваемости и смертности среди некурящих. Сколько курильщиков умирают каждую минуту из-за табака, читайте здесь, как бы там ни было, считают ВОЗ, курение электронных сигарет, это не просто вдыхание чистого водного пара, как заявляют производители таких устройств. Поэтому организация предлагает запретить рекламу электронных сигарет и вкусовых авроматических добавок, со вкусом кофе, вишни, конфет и других, а также сообщения, что такие устройства могут помочь бросить курить. Как бросить курить с помощью аптечных средств, читайте здесь напомним, в опубликованных ранее докладах Всемирной организации здравоохранения говорится также о том, что вред от электронных сигарет по-прежнему не доказан, так же, как и эффективность использования таких приборов. Поэтому до подтверждения их безопасности организация рекомендует отказаться от курения таких сигарет.